Субтитры сделал DimaTorzok Всем хай! Привет! Семьку! А ты говорила, что это кукинг-стрим вообще? Нет! Нет? Ну короче это кукинг-стрим и мы будем готовить суши. Будем готовить суши, я не знаю, как это выйдет ультраплохо, сто процентно, потому что у меня руки жопы, я не знаю, вся надежда на тебя. У меня нет, у меня есть суши, давай, погнали. Короче, давай распределим, кто что готовит, уходит суши или нет. В смысле, суп это же очень легко. Суп это трудно. В смысле, ну это просто вскипятить, ну как по мне, тут нужно просто вскипятить воду, 1200 млн, и закинуть... Ты думаешь, как плиту плечу, да? И закинуть просто коробку в воду, нет? Не знаю, просто суши, которые я сделал, но суп, он хотя бы будет выглядеть, ну как суп, наверное. А просто суши, которые я сделал... Ну типа, нет, знаешь, лепить вообще я умею. То есть, ну я вообще в детстве лепила пельмени там всякие, понимаешь? Так что, ну вообще не проблема будет спилить суп. Что это такое? Блин, просто показываешь камеру в 3 километрах от тебя, ты показываешь в нее. Так я тебе лег тебя спросить. Я еще не доставал ничего. Ну вот и все, посмотри на меня кричит. Ты подождешь, Петра. Ну что она сильная такая? Мы приготовим с тобой роллы Макдайка. Ну, да. Роллы Макдайки и роллы Ниги. Покажи роллы. Конечно, приготовим, правда у нас нет рыбы. В смысле, у нас есть рыба. Откуда? Там в комплекте не идет рыба. Ну ладно, я смешно, прости. Спасибо зритель, спасибо пацаны. Так, что, тут все есть. Я думала, что тут есть и рыба. Нет, рыба, это рис. Это инвизи. А, это рис. Реально нет рыб, а еще раз с огурцом и мне, что еще сделать? В смысле, так рыбу покупают отдельно? Что ты мне не сказал, я же купила, что ли? Так я не думала, ты сказал, что я все подготовлю, я должен был. Я купила, вот, я не знала, что рыба не знала. Ты должна была досварить, что там. А мы вчера на рыбу не положили. В смысле, вот, ты когда покупала? Нас наебали. В смысле, нас наебали? Тут написано, рис, нори, имбирь, васаби, соус, палочки. Пиздец, еще и дырка в палках, они выпали, хуя. Тут рыбы нет. Остану все телевизи, открою, я купила. А там разве, там огурец тоже не идет? А, это я первый раз, я первый раз в жизни вижу, чтобы... Спасибо, Айтикит. Вы храните пакеты? Чуваки, вы храните пакеты в холодильниках, я всю жизнь так делаю. Вы храните, если, да. Сырую брусу, но я имею, которая сейчас, блядь. Ух, блядь, кажется, лох. Он сырует. Сырую курицу? Да. Китайцы-то едят. Нет, вообще-то смешно, он реально, все ингредиенты сушек, он сырые. Ну, рыбу едят сырую, а курицу сырую не едят. А то что будет? Это будет очень плохо. Реально? Сыру, кто ест сырую курицу? Ты что, прикалываешься? Да, ну, конечно, не, ну, в принципе, это же логично, то, что рыба будет храниться, блядь, в картонке. И абурец там тоже будет в картонной упаковке. А почему нет? А, да, кстати, не логично. Это же пиздец, как я. Так я думал, то, что ты купила, вот это. И дополнительно ты купила это. Не, ну, могу я сгонять, ну, просто твой стрим, я могу сгонять купить что-то. Ну, в пятерку? Да, ты знаешь, что купить, Катя? Я не знаю, что купить. Да я... Так у тебя есть крабовые палочки? Нет, крабовые нет, давай просто крабовые палочки. Ну да, ну давай я куплю просто крабовые палочки, а ты пока посидишь тут хоть раз и сделаешь. Ну, давай. Мы можем пока суп сделать, суп мы можем сделать, наверное. Ну, надо дома добавить кто-нибудь, потому что если я буду сейчас ничего не делать, ну, суп в натуре? Да. Ладно, короче, давайте делать себе, отправим сейчас чат. Так ты просто поставь воду и типа пока что. Да. Почему? Я не думаю, что я когда-то в жизни буду контролировать готовку. Да. Я мне 17 лет буду, я могу, знаете, как готовить, чтобы не падать суп. А я парень, ты понимаешь, парень. Ну и что у тебя сколько лет? 21. Ну, вот, а мне 17. Ну, все, понимаешь, мой навык готовки заканчивается на том, что я могу разогреть макарошки, типа, все. Я даже их разогреть не могу. Понятно. Ну, отлично. Видишь, я сейчас здесь что-то разрываю, у меня липкие ботинки. Это сок. Я все-таки готова, что я сокру, ну ладно. Короче, ладно, давайте читать. Вы умеете читать? Я просто даже читаю плохо. Короче, вот. Что нужно сделать? Скипятить литр 200 миллилитров воды. А это сколько? Вот нету стаканчика такого, который сейчас покажет. А, у меня есть чайник, который как-то показывает. Теперь осталось в своем доме найти кастрюлю, потому что я не знаю, я не знаю, я не понятна. А, у меня есть кастрюля. Ага, вот. Вот. Пойдет такая, наверное, да? Мне кажется, по кайфу. Короче, я гений. Мне кажется, что эта кастрюля прекрасно пройдет для готовки мисса супа. Идем дальше. Наливаем литр и 200. Ну, тут где-то так. Слези. Все, я не пришлось ничего делать даже. Все, мы можем прокормить так всю свою семью. Теперь что делаем? Нужно вскипятить. Проблема следующая. Я не могу, короче, я не умею включать пульту. Как я вскипячу? А, скажите, как я вскипячу суп, если я не умею включать пульту? Вот как я даже это делаю? Я не знаю, выключается эта пульта. Она будет... Нахуй, с меня не водит. Это не смешно, ну, блин. Вы понимаете? Просто проблема в чем? Я вам объясню. Я никогда в жизни не готовила. То есть, ну, я могу приготовить элементарные вещи. Если, давайте, ладно, давайте без мемов. Я могу приготовить там всякие борщище, все такое. Ну, просто так как я нахожусь в новой квартире, я совсем не умею пользоваться, типа, этими всеми приборами. То есть, у меня, например, другая пульта, у меня электрическая. Ты просто жмешь на кнопочку, и все работает. А вот тут какие-то крутеля, и я лягу, короче, непонятные. Короче, что я перед вами оправдываюсь? Короче, можно я просто лягу или лягу в угол, и лягу, и все решить, потому что... Короче, объясняю. Я теперь что-то ткнула вот на этой плите. Я что-то там ткнула когда-то давно. И не давно, а пару дней назад. И поставила телефон, короче, на эту плиту, понимаете? Я поставила телефон на эту плиту, и мем, самый-самый-самый мем в том, что у меня телефон начал греться, блядь. Я прихожу потом после туалета, я в туалет, я беру этот телефон, а он, короче, грязный. Он не грязный, он горячий, он очень горячий. Ну, то есть, он еще чуть-чуть, и уже расплавился, понимаете? Спасибо за годный контент. Да, на здоровье, братан. Короче, давайте Илью узнать, потому что, ну, я хуй знаю. У меня даже его номера нет, чтобы было набрать и сказать, типа, Илью, давай быстрее. Я сейчас в окно выгляну, может, я его там найду? Илью! 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 Вот и другой мужик откликнулся, короче. Накрутил, так посмотри, комфорту, штука, которая нагревает. Я поставлю большую цифру. Ну, давай ее попробуем. А как понять, какая активирует какую? Вот как мне понять, какая активируется сейчас? Понимаешь, я сейчас активирую одно, активируется другая, и наушники нахуй тут плавятся. Короче, ладно, давайте я вот это беру. Смотрите. Ой, надо вот так. Вот, видите? Короче, вот. Вот тут такие штуки. Как я должна понять, как я должна понять, какую из них включить? Как я должна вам включить и посмотреть, что нагрелось? Вы хотите, чтобы я сейчас рукой, блядь, трогала горячие штучки, если нарисовано? Тут не нарисовано. Где-то нарисовано. А, да, тут. Справа снизу, справа сверху, слева сверху. А, блядь, точно. Окей. Спасибо. Сейчас. Ой. Я срочно. Блядь, если... Нееет. Нееет, не заболевается. Спасибо большое заставку. Блядь, Олега, куда ты ушел? Пиздец. Ладно, я постараюсь. Слушайте, в любом случае, если я хуё по мою рис, да, давайте будем ряд рисовыми, в любом случае, если я хуё по мою рис, да, то мы его будем кипятить, по факту, да, по факту, мы его будем кипятить, короче. Знаете, вы у меня ростите. Лиля! Что? Это пиздец. Я вижу. А, ты смотрел? Я, да. Блядь. Немного на рис. Не, я думала, что он будет тупить. Немного. О, боже. Короче, у меня просто раками на рисе не ухожу. Немного что? Раками на рисе, я просто, ну, мою рис. Мыши, рис, руками? А чем надо его мою? Нет, слава богу, что я себе булочи подзял, плохая. Ты чё, офиги? Я кому-то готовлю, блядь. У меня уже паника начинает. Блядь. Так, ребята, рекомендуется употреблять людям, которые достигли 18 лет. Он настиг, поэтому он моет. Если это можно... Я удачу, помните я! О, мам, привет. Если это... Слушай, а если рис будет глядный, мне нравится? А больница тут далеко? Слушай, а... Стой, позже, по факту, если мы его скепятим, или как у нас говорится. В факту, если он будет горячего диета, то он будет без бактерий. Если он горячего диета помоется? Ну да. Ну да, ну логично. Ну, а так сапога какая-то, по-моему, а так сапога. Ну да, мы просто как бы... Хорошо поем сегодня, ребята. Как думаете, ребята, напишите мне разницу того, что я не уеду с кишечной палочкой в больницу? А почему надо пишечной палочкой? А? Почему надо? Да не, ну в принципе, типа... Типа... Ну и заграпывал палочек, ничего не будет. С бурца? Почему они, наверное, из магазина? Ну, наверное... Там написано 1 на 1 или 1 на 15? Ну, почитай. Гений, глядь, жили. В смысле? Там... Там просто написано 1 к 1 на 15. То есть, типа... Либо... Литр... Можешь воды на литр? Почему я? Давай... Давай я буду казаться хотя бы хоть умным. Можете, пожалуйста, мне объяснить 1 к 1,15? Это сколько воды в литрах? Можете мне сказать литр и сколько? У меня... 150 миллилитров. У меня тут литр злитка. Да похуй. Ладно, поебать, короче. Так это воды 1... Ну, воды это... Блядь. О, похуй, блядь. Ты уверен, что у тебя риса было на килограмм? Да я не знаю, похуй. Ну, ладно. Мне кажется, типа, то, что мы приготовим, назвать съедобным будет тяжело. Справ... Да, блядь, не выебывайся, я сейчас сделаю шедевр. Чё? Чё я включила? А на каком огне? А написано? На... На житри, запись вопросов отношения. Тщательно промокрировать риск в холодный объект. А наставить закрыть крышку, поставить на огонь. Появить сущение 40 минут, не поднимая крышку на медленном огне. На медленном огне. Без... А медленный огонь это сколько? У тебя тут вообще, в принципе, варианта нет. У тебя электрическое это... А медленный огонь это один, два или три. Один, наверное, да? Один, два или три, пожалуйста. Полтора, давай полтора поставлю. А медленный огонь это один, два или три. Ну, я не знаю, что нам делать сейчас полчаса. Я тоже, я не знаю. Так, что можно делать? Давай, это гарнир. Ты знаешь? Что значит гарнир? В смысле? Ну, такая шампунь есть. Так нам в любом случае нужно будет подарить класть, чтобы его заворачивать. Что? Делать гарнир это открыть упаковку крабовых палочек? Нет, там еще. Зерновка зашел и попросил спросить число от 1 до 10. Выбери число от 1 до 10. 7? Да, будет 7. 7! Зерновка, 7! Кто такой Зерновка знает? Андрей, он челны кидает в основном в играх. Я не знаю, какой здесь челныш. Если будет челныш, приготовить съедобную еду, то нет. Мы провалили это челныш. Да, братан, извини. Типа это... Погоди. Там, по-моему, надо было угадать число. То есть, если бы мы назвали, походу, меньше 5, то мы бы ничего не заработали. Если бы назвали больше... Кайф? Да? Не знаю. Бля, это работает. А вдруг... А вдруг, типа, если бы мы назвали меньше 5, то было бы 10 тысяч слов. Бля, я знаю. Так я не знаю. Ну, слушай. Спасибо огромное, Зерновка. Спасибо огромное. В чем прикол? Объясни, пожалуйста. Нет, погоди. Ты правда купила эту упаковку, думая, что там будет и рыба. Я думала, что у меня такая рыба. Ну, необычная свежая рыба, которая... Ну, если без меня, окей. Необычная, типа, такая свежая рыба, какая-то такая, типа, из говна, но типа она есть. Понял? Чтоб красиво было. Вот, типа, вот такая вот, как на упаковке, но из говна. Вот такая-нибудь, типа, не настоящая рыба, там, все такое. Не настоящая рыба. Еще я не умею чистить огурцы. Окей. Бедные галкурпалочки. В этой комнате никто не умеет готовить, как я понял. А можно не буду чистить огурцы, это обязательно? Это... Ты хочешь ролл с огурцами? Мне кажется, меня никто замуж не возьмет. Ну ладно, минуты-то. Я посмотрела. До сорока. Заведешь котика. Ты, кажется, несколько готов. Блядь, тяжело чистить, а такое большое. Мне кажется, ее почищу, как раз. Ты же сказал, что ты умеешь лепить пельмени, да? Да. Почему мы не лепили пельмени? Это же забавнее было. Не знаю, мне там было такое фор. Ну окей, next time, типа, давай, давай так. Я буду появляться себя на кукинг-стримах. Можем сделать на твоем канале кукинг-стриме с пельмени, если хочешь. Ну все. Ну что, снимем маску. За миллион долларов. Ну все, огурец почищен. О, да сейчас очивка. Ууу. Ты на моем месте как очивка. Мне кажется, что я делаю все правильно. Что, рис мешать? Рис? Блядь, рис мешать? Серьезно, надо вам мешать? Вы что, серьезно сейчас, блядь? Погоди, там нет, там не было, по-моему, написано. Нет? Слушай, вот. Рис... Слушай... Не открывая ничего, нет? Закрыть крышку и поставить на огонь. Говорить рис в течение, не поднимая крышку, не поднимая крышку. Так там написано, не поднимая крышку, зачем ее поднимать? Ну, давай попробуем поднять. Зачем? Что будет? Там написано, не надо поднимать. Еще поднимем. Там написано, не поднимая крышку, нахуя ее поднимать? Так он разве не должен быть слившийся, нет? Да, должен. Должен, должен. А почему нет? Ну так он должен быть слив, разведуый рис, который... Он же... Эти, как они называются? Гунгкан? Знаешь, какой гунгкан? Это просто... Чем-то пахнет? А это огурцы пахнет. Блядь, ебаный свет! Как? Ты думаешь... Ты думала, что сейчас саду подгорело? Нет, может подгореть, потому что там написано, что в кастрюле с толстым дном, а у нас дно не толстое. Там написано желательно или... Если там написано варить в кастрюле с толстым дном, это значит нежелательно. Тут написано, что в кастрюле суши лучше всего варить. Тут написано лучше всего, а тут не написано, что категорически не запрещено. Ребята, на всякий случай, когда начнется пожар, я сразу же крикну адрес, чтобы вы сразу вызвали пожарных. Мне просто интересно, я могу поднять кастрюлю, и ты посмотришь, сгорело ли у нас дно или нет. Делай все сам. Как я? Мне просто интересно. Не, просто на уровне твоего роста и проще будет поднять. Смотри. Я все нормально. Не сгорела. Мне кажется, у нас немножко с пропорциями тоже от меня бус. Мы что-нибудь откроем, а? Чуть-чуть. Там просто... Это нормально то, что там, ну... Что? Что? Лис пригорит, и придется в кастрюлю выкидывать. А, вы... А, не, смотри, типа. Спасибо, Миля. Лис, типа, внутри, когда я не понял. А, не, смотри. Блядь, а что ты нахуй... Так я думал плохо. А я что мне нахуй на кастрюлю подняла? Слушай, я Дону... Я все это время Дону... Ты почему я так лежу? Держу. Она смеется, как мне? Она... Девулять. Девулять. Почему ты так смеешься, как будто ты неестественно смеешься? Неудрально смешно. Я просто так смеялся. Она всегда так смеялась? Нет, нет, не всегда. Ты знаешь, в чем мне? У меня менялся с мягкой в протяжении года. Нет, нет. И весь мой сень, который менялся, все говорю, что он поленый. Как ты нахуй, что рисовая, блядь. Давай, давай, давай. Давай поднимем и посмотрим. Блядь, ах, господи. Ладно, я уже все-таки решил, просто когда я сюда ехал, я думал, что поем. То, что мы приготовим. Не, все нормально, что потом моросить? Все, 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 все большое. Минус рис. Да все там прикрылся. Мы подняли, ну все, пиздец. Да нормально все, пар вышел немножко, и что заново образуется. Пара, извини меня, нефть. Что она сказала? Пар, нефть. У нас много пара. Не нельзя, ну тебя ешь. А минуты молчания за пригоревший рис. Да он не пригорел, все с ним нормально. Реально, что мальчись, ребят, у нас все, у нас все по плану, скажи. Что у нас, скажи, что у нас сейчас, вот не попало, у нас все прекрасно, вообще, это замечательно. У нас сварится рис, у нас готов гарнир, у нас, вот, кроме палочка уже нарезала. Все у нас замечательно, все хорошо. Надо же подкинуть, блядь, а? Все хорошо. Все, все, немножко поем даже гарнира нашего. Ну, нарежу потом еще. Ну, ничего страшного? Не, вообще все прекрасно, реально. Реально, что вы как нытики? Я все равно не буду это есть. Я не знаю, что ты сказала. Или я это стараюсь, готовлю для тебя, понимаешь? Что ты стараешься? Ну, вот, я, посмотри, имбирь приготовила сама, взяла на поле имбирь, почистила. Сама корень просто мыла, замариновала, нарезала, точнее, замариновала, ой, с кайфом. Я не люблю имбири, если честно. Ну, понюхай. Понюхай, я люблю чай с имбирем. А зачем мне вообще приготовить, смотри? Смотри, как надо резать, смотришь? Мы сейчас тебе палец оттуда. Так. Ребят, F за огурец. Потому что. Или у нас еще есть огурцы? Ну, есть у нас там штук в 8. У тебя 8 огурцов в холодильнике? Да. А плюс они есть, у кого тоже 8 огурцов в холодильнике? А, смарчик? Айс. Вод, воду слить как? Ну, трубочку выпить, воду, конечно. Может, просто так, короче, пианкой воду убирать? Хуёвые. Хуёвые идеи думаешь, да? Давай, не воград. Да не, нормальная тема. Да, куда берез? Да, куда берез? Да, ну, да, не все падает, правда. Что там? Я... С тобой перевозчили, надо было... Ну, да. Надо было как... Вы сами сказали, не так и 150 миллилитров, я так и налила. Ну, рис хотя бы похож на рис. Ну, нормально выглядит, реально. Но есть мы это не ставим. Ну, давай попробуем. Давай попробую, Ю, ты хотела сказать. Илья. Ну что? Ты поешь. Не, ну, понимаешь, мне нужно улетать. Я не хочу лезть в больницу. Давай немножечко риса отсюда заберем, короче. Я без воды сюда его кладу. Вот, все видишь, я, по-моему, сделала. Надо подождать теперь, пока он остынет. Ну, он реально похож на рис. Ну, типа, он реально похож на рис. Он выглядит, как рис. Потому что это, блядь, рис. Ну, сейчас что ты там уебываешься на меня? Чего? Подпишись, если заебали тупые девки Сыка Мить, если заебали тупые девки Ставь лайк, если заебали тупые девки